Всех приветствую, дорогие товарищи! Меня тут упрекнули, что я недостаточно выражаю свою гражданскую позицию по поводу событий на Украине. И, в принципе, я с этим согласен. Да, надо бы еще разочек поговорить по этому поводу. К тому же, определенная масса комментариев набралась, и я бы хотел на них ответить. В едином вот таком вот ролике. Значит, так. Обращаться я буду не к адекватной части украинского народа, ну и российского, а вот к так называемым кастрюлеголовым, которые кричат про русню, то, что вот когда ее не будет, наступит мир во всем мире, про то, что москаляку на геляку, про другие вещи, там, москалей на ножи, ну и так далее. Короче, вы понимаете, я думаю, о ком я говорю. Вот. Вот к ним я хочу сегодня и обратиться, потому что на их комментарии я буду отвечать. Ответы я буду давать краткие, и мы начинаем. Значит, первый комментарий был такого плана, что вот вы, Россия, оккупанты, значит, вы хотите лишить украинский народ свободы, Украину сделать, значит, там, колонии России и так далее. Вот. Ну, честно говоря, бредовье... Ну, что-то бредовье этого придумать сложно, Потому что вы сами-то подумаете, вот, нашей стране с нашими ресурсами и с нашими возможностями А претендовать вот на, ну, такой небольшой, как бы, участок земли Нам это абсолютно не нужно. Дело тут в другом. Дело в том, что свобода одного субъекта, значит, заканчивается там, где начинается свобода другого субъекта. Сейчас я вам постараюсь на понятном примере объяснить, как это выглядит. Ну, допустим, вот, живут два человека, да? Один, он такой миролюбивый, вот, никого не трогает, Со всеми здоровый отца, вежливый человек. А второй склочный и, ну, чуть что сразу лезет в драку, а то и вообще, ну, вот, допустим, дом, да? Куча народу живет, а один вот завелся, который на всех нападает, Значит, стоит выйти кому-то из своей квартиры, там, значит, он может даже, ну, не знаю, там, физическую силу использовать, ударить там или так далее, или в дверь кому-то ломится, начнет там, напьется и так далее. Так вот, понимаете, в чем дело? Что с таким человеком будут делать? Будут принимать меры. Ну, либо по закону, либо как-то там сами решат, жильцы. Сами разберутся. Или кто-то из жильцов разберется с ним. Вот Украина сейчас в таком положении, вот такого вот конфликтного жильца. То есть, Украина стала угрожать России, но наивно полагать, что вот просто сама по себе страна, ну, как бы, будет иметь смелость выступать как-то против России. Естественно, все это курируется Западом. И любой адекватный человек это понимает. И не винит. Украинский народ пал жертвой амбиций США. Правильнее вот так вот будет сказать. То есть, это все готовили давно. И этот план как раз-таки вот сейчас был реализован. То есть, пытались провернуть это с Чечнёй, пытались провернуть это с Казахстаном, с Белоруссией и так далее. Получилось с Украиной. Не знаю, с чем это связано. Гадать не хочу. Но факт есть факт. То есть, страна была настроена против России. Причем, абсолютно вот эта вот как бы злоба, она безосновательная, если подключить разум и логику. Но, поскольку велась пропаганда, как мы знаем, вот они плоды. Видя вот этого вот всего, всей этой враждебности. Значит, вы скажете, что вот у вас в России ведется пропаганда против украинского народа, что мы все фашисты, что вот срочно надо русское население, значит, освобождать на Украине от фашистского населения коренного, так скажем. Ну, вот это, ребята, бредятина просто несусветная. Вы поменьше смотрите ваши новости. Я не знаю, сейчас интернет у вас, если работает, то почитайте российские какие-то паблики там и так далее, новости посмотрите, и вы поймете, что все совсем не так. И у нас подавляющее большинство населения фашистами вас не считают. Ну, если вы, конечно, не являетесь на самом деле такими. Не исповедуйте вот эту идеологию нацистскую. Как это делают вот как раз-таки батальоны Айдар, Азов и так далее. Потому что они открыто пропагандируют фашизм, нацистскую символику, устраивали факельные шествия. Вы это знаете все прекрасно. Это было у вас, на ваших же каналах все показывали. Значит, они все в татуировках нацистских. Это тоже есть тому подтверждение. Мы это видим. Плюс эти люди не гнушаются ничем. И тренировали их как раз-таки западные специалисты. Поэтому мы воюем не против украинского народа. Мы воюем именно вот с этими вот людьми. Если бы они находились где-то, значит, ну не в городской черте, не в населенных пунктах, жертв бы не было. К сожалению, поскольку эти люди смешиваются, так скажем, с мирным населением и ведут бои оттуда, жертвы есть и города разрушаются. По-другому никак. Но, опять же, опять же, дело-то не в этом. А дело в том, что здесь идет война не с Украиной. Не с Украиной. Война идет на вашей территории с Америкой, с США, с Евросоюзом. И никакой свободной Украины не было. И не стало бы. Потому что ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода Запада. То есть, пока вы смотрите, так скажем, американцам в рот, пока вы их во всем поддерживаете, молитесь на них, они вам будут казаться друзьями. Как только вы захотите пойти каким-то своим курсом, какую-то свою идентичность начнете отстаивать. И это будет идти в разрез с политикой Запада, а вы сразу превратитесь во врагов. И у вас и так-то мало чего хорошего вот сейчас, ну, честно вот, если сказать. А стало бы еще хуже. Мы это знаем. У нас пытались американские власти наладить внешнее управление в России. Вот некоторые либерально настроенные люди недавно еще кричали, что вся, значит, власть России, она прозападная, значит, направлена на то, чтобы развалить страну. Вот оказалось, что не так. Сейчас только самый, наверное, отбитый дурачок вот это вот не понимают. Как только мы показали зубы, сразу же Запад начал бесноваться. И сразу же маски все были сброшены, то есть международное право сразу же такое понятие исчезло, то есть на Россию обрушился шквал обвинений во всем, во всем, во всем, причем обвинений без доказательных. Значит, нас никто не хочет слушать, наши доводы, наши доказательства никого не интересуют. Ну, вот санкции на нас тут. Но это все бесполезно, потому что мы понимаем истоки этого всего. И у нас, я уже об этом говорил, у нас достаточно в России ресурсов, чтобы спокойно жить даже в изоляции. Если на то пошло. У нас нет потребности, значит, как-то соприкасаться с остальным, как вы называете, цивилизованным миром, если этот мир настроен против нас. Зачем? У себя прекрасно будем жить. Тогда уж. Но, вот вы там говорите, да, спасение России. Вот мы воюем, мы Россию спасаем от путинского режима. Да нет, ребята. Идет борьба с НАТО на вашей территории. И спасаем мы весь русский мир, к которому Украина, как бы вам это ни было неприятно, тоже относится. Неважно, самостоятельная эта страна или в составе какого-то государства. Жить вам в любом случае не дадут. И вы уже столкнулись с отношением к вам в Европе и так далее. Посмотрите видео от своих же соотечественников, как они возмущаются приемом Запада. Ну, справедливости ради, я скажу так, что вот эти обвинения зачастую, конечно, не совсем обоснованы, потому что вы беженцы, а какого вы отношения-то хотели, собственно говоря, в СФО-отеле, ну, всех невозможно поселить. Сейчас санкциями нас Европа обложила, они сами страдают от этого, сами там экономят все. Скорой света в Европе не будет. Вот. Поэтому тепла вот уже не будет. Уже не стало практически, экономия тотальная началась. То есть, а вы хотите, чтобы на вас это все, что ли, потратили? Нет, конечно. Не будет этого. Вот. Поэтому мой вам совет, ну, вы, ребята, включайте голову. Вас научили кричать слава Украине, не задумываясь, слава нации. Какая слава, какая нация? О чем вы, ребята? Посмотрите истоки этого всего, включите голову. У нас не дураки в России живут, как вам вот это преподносят. А из вас сделали дураков. Реально. Из вас сделали полных дураков. Как детский сад. Вот честное слово. Мы абсолютно нормально, еще раз повторюсь, относимся к украинскому народу. Никто вас завоевывать, там, убивать не будет. И не надо мне говорить, что вот, а ты вот так говоришь, а ваши там военные творят беспорядки. Не творят. Нам это не надо. У каждого нашего бойца есть родственники на Украине практически. Вот. Нам не нужно это всего. И если бы мы хотели вас убивать, мы бы применили уже давно бы ковровую бомбардировку. А то, чего и похуже бы запустили к вам. Понимаете? И у вас бы была пустыня обожженная, голая. Но мы этого не делаем. Мы действуем аккуратненько. Чтобы вот эти вот националистические батальоны, которые вашу страну сейчас терроризируют, были уничтожены. А мирные жители по возможности не пострадали. Вот так мы действуем. Вот это факт. То есть, вот вам еще раз говорю, если бы Россия хотела оккупировать вашу страну и уничтожить украинцев, мы бы сделали бы это очень быстро. У нас для этого есть специальное оружие. Вот. Но мы так не делаем. И не будем делать. Значит, когда все закончится, а закончится оно, я думаю, что, наверное, не скоро. Вы все поймете сами. Пока же, я думаю, что бесполезно вот это все объяснять. То есть... Ну, я общаюсь с людьми с Украины, со многими, вот, из многих городов. Значит, и не только с Донбасса. Адекватных людей много. Это радует. Вот. Так, ладно, переходим к следующему. Значит, я записывал ролик, посвященный Тимуру Рудову и его фонду, фонду помощи армии. Терробороне помощи, ВСУ и так далее. То есть, вместо того, чтобы помогать мирному населению, этот человек организовал фонд помощи вот этим всем террористам. Значит, причем он оправдывает нацбатальоны. Он не отрицает то, что они используют нацистскую символику, но он сказал, что, ну, вот так, вот такие они, понимаете? Вот такие они. Ну, вот такие они, вот с ними так и поступают. Потому что нам не нравится, что они такие. И это объективно неправильно. Даже Запад признал их террористами. Даже Америка их террористами признала. В свое время, когда события постмайдановские там все эти были. И что я хочу сказать про этого человека? Потому что тоже мне там пишут, многие от него приходят. Ну, во-первых, да, вот этот человек откровенно лжет про то, что вот у нас население России настраивает против украинцев. Это абсолютно не так. У нас вопросы только вот к этим вот нацбатальонам. Больше у нас вопросов никому нет. И пока мы всех не переловим, вот этих вот нациков, будет операция продолжаться, значит. Ну, и пока не разоружим Украину, чтобы закончить вот это кровопролитие на Донбассе. Донбасс вполне законно самоопределились. Россия это самоопределение поддержала. Вот и все. И мы вполне на законных основаниях оказываем им военную поддержку. Значит, вот. Еще раз говорю, чтобы это все прекратить, надо просто Украину разоружить. Если бы не эти нацбаты, было бы все... Ну, не было бы вот этих смертей, разрушений и так далее. То есть, все бы было уже, я думаю, что закончено. И был бы мир и понимание, взаимопонимание. Вот. А, ну и задача еще наказать тех, кто устроил бойню на Майдане. Да, тоже. Дом профсоюзов и так далее. Все, других целей нет. Нет целей захвата страны, страны Украины. То есть, вот, присоединения к России. Этой задачи нет. Нет у нас такой пропаганды. И нет у нас пропаганды, что, значит, всех украинцев мы считаем фашистами. Что все украинцы фашисты. И призывы убивать украинцев. У нас тоже такого нет. Это нагло, откровенная ложь, которая распространяет Тимур Рудов. Опять же, зайдите на российские, вот, посмотрите российское СМИ, и вы все это услышите. Наоборот, мы осуждаем тех, кто кричит, призывает к насилию в отношении Украины. Мы понимаем, что с вами провели определенную работу, и вот, ну, с теми людьми, которые вот к нам враждебно настроены. И вот это вот плод, как раз, вот эта враждебность, плод вот этой вот работы. Вот, Запада. Мы это все понимаем. Теперь конкретно про фонд, который организовал этот человек. Значит, основной ролик внизу по ссылке смотрите, либо вот в углу экрана здесь появится ссылочка. Что из себя это все представляет? Это организация в кавычках. Это просто, так скажем, средство самолюбования вот этого вот человека, которого, как выяснилось, недавно накрыл кризис. Среднего возраста. И мне уже ни один человек написал, который именно в Одессе с ним работал, то, что... То, что работа ведется нечестно. То есть этот человек просто использует вот этот вот сбор средств в своих целях, в целях личного обогащения. Ну, что и я говорил ранее. То есть мои слова подтвердились. То есть это чисто приспособленец, который остался без работы и пытается вот в условиях войны себя реализовать, на этом заработать и свалить подальше, как это он сделал, когда понял, что Мариуполь падет. Вот. То есть он оттуда вещал, значит, матом посылал всех русских, кто поддерживает Путина и спецоперацию. Вот, кстати говоря, да, этот человек называет Путина гопником, да. А по всем признакам именно Тимур и является этим самым гопником, потому что он ведет себя, Тимур, абсолютно вот как вот этот контингент, так скажем. Он матерится, всех посылает, проявляет нетерпение абсолютное. То есть ведет... У него даже канал Пацанский Блог называется, по-моему. То есть, ну, о чем это говорит. И опять же, об этом говорят люди, которые с ним работали. То есть он очень высокомерный и, так скажем, очень невежливо относится к людям, которые в чем-то с ним не согласны. Вот. То есть он такой царек, так скажем, и хочет быть таким диктатором. Вот. Чтобы все вокруг него бегали, его восхваляли, а он будет получать от этого прибыль, ну и, соответственно, славу. Вот. Вот этот человек именно вот этого вот и добивается. То есть вся его деятельность направлена именно на самолюбование и получение выгоды. Вот. И он выпрашивал тут на камеру недавно себе, на новую, до войны, до военной операции, вернее, правильно сказать. И теперь, значит, вот снова попрошайничает, но уже немножко в других масштабах. Поэтому не ведитесь. Этот человек обманщик и вор. И просто непорядочный человек, который использует ситуацию, специально нагнетает ситуацию, используя ложь и пропаганду для того, чтобы, значит, еще больше усугубить конфликт, чтобы настроить украинцев против русских, которые на самом деле к украинскому народу настроены очень хорошо. Даже если вы вот нас как бы недолюбливаете. Я понимаю, да, тяжело сейчас. Сейчас всем тяжело. Нам тоже будет тяжело вот сейчас вот в связи со всей этой обстановкой. И морально нам тяжело, что весь мир против нас вот так вот ополчился, нас называют убийцами и так далее. Нашего президента все клеймят вот эти вот люди. Но мы знаем правду. Мы когда-то победили фашизм. Победим мы эту заразу в лице беснующегося Запада. И Украина тогда действительно будет свободна. Под крылом, значит, большого брата в обиду мы вас не дадим. Ваше же руководство все делает, чтобы развалить страну и чтобы украинский народ был нищим. Вот так. Следующий вопрос. Значит, а зачем США, собственно, все это надо? Зачем мне как бы на Россию, так скажем, нападать, если у них самих территорий там очень много и так далее. Да истощились они уже практически все со своим неуемным потреблением и так далее. Со своим капитализмом диким. Значит, а Россия это лакомый кусочек. Плюс они хотят, так скажем, вот у них так как раз амбиции-то имперские проявляются. То есть они хотят всех подчинить, весь мир подчинить себе и пользоваться благами. И рядовые это американцы живут не очень-то хорошо. Кто был в Америке, кто сталкивался, смотрел, значит, на жизнь простых людей, там общался с теми, кто жил в Америке, кто вернулся назад в Россию. Те это знают и понимают. Вот. А Америка устраняет просто неудобного, так скажем, соседа, чтобы в лице России, чтобы воспользоваться нашими ресурсами, нашими благами и не платить за это. вот и все. Лишить нас национальной идентичности, чтобы превратить как раз-таки Россию вместе с Украиной и другими братскими республиками в колонию. Вот. Вот и все. И вот это факт. и вот именно из-за этого ведутся сейчас боевые действия. Потому что Запад перешел в открытое противостояние. И то, что вот сейчас Украину накачивают оружием, это уже можно сказать, что полноценная война с НАТО началась. Открыто они пока еще не наступают, но они вряд ли на это решатся, потому что в этом случае полетят уже ракеты. Но тем не менее все делается для того, чтобы максимально ослабить сейчас Россию в конфликте с Украиной. И Украину ослабить, и Европу ослабить, и Россию ослабить. И все. И нанести удар свой. Вот, уважаемые украинцы, что происходит. Понимаете? Вымотать задачи страны вот этим вот конфликтом военным и одним махом всех себе подчинить. Вот мы против этого воюем. Против вот этого порабощения, а не потому, что мы недовольны, что украинцы там выбрали какой-то свой путь. Нет, дело не в этом. Потому что мы видим, что делается, что происходит, как используют Украину. Украина готовилась как площадка вот для этого столкновения. Вот и все. Поэтому украинцы это тут и ни при чем. Украинцы это жертва. надеюсь, что все скоро закончится и наступит все-таки ну о мире говорить я не знаю как. То есть тут все-таки как-то надо решать что-то. Что-то решать надо. Положимся все-таки на мудрость властей и мы россияне поспособствуем значит тому, чтобы максимально поддержать наших бойцов, нашего президента в этой нелегкой борьбе. Вот так. Вот такие вот ребята соображения. Ну все. На этом я заканчиваю свой монолог. Всем пока и до новых сюжетов. Субтитры Субтитры